Уже 5 лет каждое воскресенье мы рассказываем вам лучшие истории о России за неделю. Все факты можно проверить по ссылке в описании, даже такие фантастические, как в этом выпуске. Наверняка многие зрители помнят легендарные мотоциклы «Иш», которые выпускались в Удмуртии с 1928 года. В 2008 году их выпуск был приостановлен, но некоторое время назад концерн «Калашников» решил возродить знаменитую марку. И вот на днях был представлен новый электроцикл «Иш», предназначенный для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Модель способна проехать 150 км без подзарядки и имеет мощность 15 кВт. Электроциклу предстоит испытание в реальных условиях и дальнейшая доработка с учётом пожеланий сотрудников полиции. А далее есть все шансы на вытеснение ряда импортных моделей, которыми сейчас пользуются в дорожно-патрульной службе. Да и в целом возвращение гражданской продукции оборонного концерна хорошо вписывается в планы «умной конверсии», о которой мы рассказывали в выпуске номер 254. Тем временем «Уралмашзавод» завершил изготовление крупнейшего в России экскаватора ЭКГ-35. Рабочая масса машины – 1200 тонн, а объём ковша – до 40 куб. м. Новинка сможет потеснить на отечественном рынке тяжёлых экскаваторов американских и китайских конкурентов, так как превосходит их по ряду параметров. Машина под заводским номером «1» в скором времени отправится на угольное предприятие «Кузбасса». На этой неделе научные паблики облетела поразительная новость. В России появился первый в мире путешественник во времени. Им стал легендарный космонавт Сергей Крикалёв. Это действительно так, хоть вовсе и не новость. Крикалёв совершил такое путешествие ещё в 2005 году в ходе рекордного пребывания в космосе на протяжении 803 дней. Физики подсчитали, что за это время он переместился в будущее на 0,02 секунды, поскольку всё время двигался с огромной скоростью 7,66 км в секунду. Данное явление известно в науке как «релятивистское замедление времени» и было предсказано ещё Альбертом Эйнштейном. Теория относительности гласит, что для объектов, движущихся с разной скоростью, время течёт по-разному. Конечно, 0,02 секунды – это совсем небольшое путешествие во времени, но важен сам факт того, что оно совершилось и сделано нашим космонавтом. Если бы мы могли увеличить скорость движения космонавта в 40 тыс. раз, приблизив к скорости света, то, вернувшись на Землю после двух лет работы на орбите, он обнаружил бы, что там прошло уже более 200 лет. Впрочем, Сергей Крикалёв – путешественник во времени не только поэтому. В своём втором полёте он отправлялся в космос ещё из СССР, а когда через 311 суток вернулся, то этой страны уже не существовало. Всего наш космонавт совершил 6 космических полётов и ему принадлежит первый мировой рекорд по продолжительности нахождения на орбите. Позже его побил российский космонавт Геннадий Подалко. Сергей Константинович Крикалёв является одним из шести людей, удостойных одновременно и звания Герой Советского Союза и звания Герой Российской Федерации. А ещё он является чемпионом мира по пилотажу на планерах. Очень жаль, что про таких выдающихся людей почти ничего не знает подрастающее поколение. Кстати, как вы могли заметить, на обложке нашего выпуска фотография не Крикалёва, а другого космонавта. Это герой России, лётчик-космонавт Сергей Николаевич Рязанский. В данный момент он находится на МКС вместе с космонавтом Фёдором Юрчихиным, где в открытом космосе испытывает новый российский космический скафандр «Орла». На днях они запустили несколько наноспутников, а какие и для чего мы расскажем вам в следующих выпусках. Первый полностью беспилотный автомобиль появится не раньше 2021 года. Об этом заявил руководитель Ford Джим Хеккетт. Разработчикам ещё предстоит решить множество задач, чтобы научить робота обходиться без человека. Приятно осознавать, что человечество лишь в начале этой гонки и Россия, вопреки популярному мнению, ничуть не отстаёт, а по некоторым направлениям даже опережает западных разработчиков. Так на днях в Ростовской области были впервые в России проведены успешные испытания беспилотного комбайна. Машина самостоятельно обработала ячменное поле, обучаясь прямо во время работы. Компания «Россельмаш» помимо этого успешно внедрила на серийных комбайнах системы спутниковой навигации. И совместно с российской компанией когнитивной технологии разрабатывает другие системы автовождения. В прошлом году в Татарстане начались испытания нашего беспилотного трактора. И в это время продолжается испытание беспилотного «КамАЗа». Робот уже распознаёт практически все дорожные знаки, разметку, искусственные неровности, препятствия и т.д. Роботизированные «КамАЗы» умеют передвигаться в колонне в наиболее экономичном режиме и через несколько лет смогут стать абсолютно автономными в полном соответствии с предсказаниями главы «Форд». Кстати, то, что в России в беспилотных разработках упор делается именно на грузовой и сельскохозяйственный транспорт, вовсе не случайность. Просто в этом сегменте наиболее ощутим экономический эффект от внедрения технологий. Такие машины способны работать и днём, и ночью, невзирая на погодные условия и действовать с максимальной экономичностью. И ещё одна примечательная особенность российских беспилотников. Там, где западные разработки уверенно чувствуют себя лишь на идеальных дорогах и автобанах, наши прекрасно справляются с задачами на дорогах с плохой обочиной, ухабами и т.д. Это, конечно, не значит, что качество дорог в России не нужно улучшать, но весьма интересно как факт. Что же касается пассажирского беспилотного транспорта, то в России немало действующих прототипов, о которых мы много раз рассказывали. Их серийному производству пока мешает некоторая отсталость российского законодательства, но вскоре эта ситуация изменится. Например, на прошлой неделе в Москве был открыт очередной полигон для испытаний беспилотников, но на этот раз открытый для всех разработчиков и студентов профильных вузов. Значит есть все шансы не только не отстать в этом направлении от Запада, но и всерьёз побороться за будущий рынок. Все мы привыкли слушать истории о коррумпированности властей и невозможности изменить хоть что-то в лучшую сторону. Но зачастую простой гражданин вполне способен сделать многое и даже отобрать землю у целого министерства, как в нашем примере. Этот пустырь образовался в одном из центральных районов Москвы. Ночью здесь спали бомжи, вечерами пьянствовала молодёжь, а днём царило полное запустение и разруха. Застройщики планировали построить здесь многоэтажную гостиницу, но местные жильцы решили навести порядок и разбить на пустыре современный парк. Для этого граждане организовались в инициативную группу и начали трудную, но нужную работу с органами власти, которая привела к созданию прекрасного парка. Сначала удалось перевести землю из статуса подстроительства в статус территории общего пользования, поборов аппетиты застройщиков. Но это была только промежуточная победа. Часть будущего парка находилась в ведении Министерства культуры, которая имела на территорию свои виды. Тогда жильцы сами создали план будущего парка, который доработало архитектурное бюро и уже с этим планом доказали и министерству, и префекту необходимость именно такого преобразования в интересах простых людей. Позже на открытии парка сам министр культуры Мединский признал, что рад, что не стал бороться за землю и такого прекрасного парка ему бы сделать не удалось. Вот так, обладая лишь настойчивостью и инициативностью, можно сообща решать проблемы, не прикрываясь лозунгами о том, что «ничего не поделать, так как всё давно куплено и распилено». Иркутский альпинист Евгений Стрелюк решил покорить знаменитый пик Ленина высотой более 7000 метров. На вершину он забрался первым, оставив позади свою группу. И там на высоте он обнаружил сидящую на снегу девушку. Кожа белая, глаза стеклянные, уже почти ни на что не реагируют. Это оказалась гражданка Польши, которая тоже всю жизнь мечтала покорить пик Ленина, но совершила грубейшую ошибку, отправившись в экспедицию в одиночку и никого не предупредив. В итоге вершину она взяла, но вот на спуск сил уже не хватало. Наш альпинист связался по рации с лагерем, но получил суровый ответ – если растормошить девушку не удастся, то её нужно бросать. За всю историю альпинизма с пика Ленина с такой высоты ещё никого не спасли. Евгений, однако, отдал девушке свою верхнюю одежду, краги напоил горячим чаем. Мимо проходила ещё одна группа, там оказался опытный гид, который вколол пострадавший адреналин, но тоже посоветовал её бросить. Температура воздуха минус 30 градусов, сильнейший ветер и разряженный воздух – всё это грозит смертью самому спасителю, ведь техника сюда просто не добирается. Но Евгений решил побороться. Сделал из рюкзака санки, усадил девушку и начал медленный спуск. В ближайшем лагере к нему присоединились несколько иностранцев и вместе они прошли ещё 10 километров. По дороге связывались с другими стоянками, но никто больше рисковать не хотел. В итоге всё же спустили девушку до безопасной высоты, где передали специальному отряду. Альпинистка выжила, но потеряла пальцы на руках, а своего спасителя едва ли вспомнит, так как находилась в неадекватном состоянии. Сам же Евгений Стрелюк теперь готовится к покорению Казбека и Эльбруса и мы благодарим его за подвиг и желаем крепкого здоровья. Каждый человек волен сам выбирать себе примеры для подражания и жизненные ориентиры. В рамках нашего проекта мы никому не навязываем свою точку зрения. Но считаем, что о действительно выдающихся людях и хороших новостях из жизни страны сегодня говорят незаслуженно мало. А это напрямую влияет на моральное самочувствие общества и наше общее будущее. Присоединяйтесь к команде наших зрителей, участвуйте в создании новых выпусков и помогайте друг другу в больших и малых делах. Желаем вам бодрой и доброй недели! Все ссылки и текст ролика на нашем сайте время-вперед.рф. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши социальные группы и не забывайте поделиться этим видео с друзьями.